К нам присоединяется Федор Венеславский, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Федор Владимирович, вот смотрите, уже есть сотрудничество с Турцией в контексте производства барактаров. С Райнметалом, это немецкий концерн, и теперь еще из Польши обсуждаются вопросы совместного производства оборонной техники. Как считаете, какие еще страны могли бы присоединиться и в каком обозримом будущем? Этот вопрос на сегодняшний день является одним из приоритетных и для нас, и для наших партнеров. Мы все понимаем, что для продвижения, скажем так, продукции оружейной сферы на мировых рынках очень важным является вопрос их реального применения, апробации, испытания в боевых условиях. Поэтому мы сейчас и получаем очень много предложений от самых разных стран. Я сейчас не буду называть конкретно, для того, чтобы мы не, скажем так, не создавали искусственные препятствия для реализации этих проектов. Потому что, если даже посмотреть на вчерашний день, Российская Федерация в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций очередной раз возмущалась вопросами поставки Украине вооружения. Потому что это для нее является красной тряпкой. И я вас уверяю, что в очень такой краткосрочной перспективе мы будем иметь уже официальное подтверждение тех переговоров, договоренностей, которые мы сейчас уже имеем и в процессе которых мы пребываем. И с Азийского региона, с стран Азии, с стран Латинской Америки, со стран Европы очень много желающих совместно с Украиной производить самые современные образцы вооружения. Поэтому этот процесс только начинается. И те примеры, которые вы озвучили, это только первые такие первые кирпичики в очень большом сооружении. И в здании тех новых мощностей по производству самых современных видов вооружения, которые Украине нужны. И которые будут после войны востребованы на мировом рынке. И которые будут таким достаточно мощным локомотивом в восстановлении украинской экономики. Поэтому этот процесс, над которым работает и Офис Президента, и наши коллеги с нашего комитета, прежде всего по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, пребывая с официальными визитами в разных странах, мы встречаемся с производителями. Буквально то, что вы привели пример немецкого сотрудничества. Наш комитет провел выездное заседание в Германии в прошлом месяце. И уже, можно сказать, это также очень сильно стимулировало процессы создания вот этих современных производств на территории Украины. Поэтому этот процесс очень, скажем так, пребывает на начальном этапе. И он очень имеет большую перспективу и очень большой потенциал. О доверии Украине хотелось бы поговорить со стороны западных партнеров и о реформе государственного концерна «Укроборонпром». Скажите, как нужно изменить данное предприятие? Чем должен стать «Укроборонпром», чтобы доверие со стороны Запада Украине стало больше в вопросе вооружений? Я, прежде всего, хочу сказать, что даже несмотря на критику, которая льется с разных сторон на руководство, прошлое руководство «Укроборонпрома» и на претензии к организационно-правовой структуре, этот концерн, это государственное объединение в процессе войны создало достаточно много тех видов и тех комплектующих к вооружению, которые сейчас помогают на фронте. И в вопросах ремонта, и в вопросах обустройства площадей производственных и так далее. Но, тем не менее, еще до войны на уровне нашего комитета, на уровне президента, прежде всего и потом на нашем комитете, принималось решение о реорганизации «Укроборонпрома». Еще в 2020 году этот вопрос начался, этот процесс начался обсуждаться. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы в нашем комитете. И вот сегодняшнее заявление о том, что будет реорганизовано из государственного концерна в акционерное общество, это является уже, скажем так, определенным итогом тех наработок, которые очень длительное время обсуждались и в закрытом, и в открытом режиме на уровне парламента, президента, кабинета министра Украины. Почему мы приняли решение, и сейчас это решение начало воплощаться. Во-первых, решение было принято о реорганизации еще до начала полномасштабной войны, до 24 февраля прошлого года. На основе «Укроборонпрома» будут созданы несколько кластеров, которые будут заниматься, скажем так, высокоинновационными разработками в сфере обороны, вооружений, в сфере тяжелого бронетанкового, артиллерийского вооружения, в сфере воздушно-космических, скажем так, технологий и в сфере морского сегмента. То есть несколько таких кластеров, которые будут объединять предприятия и смогут их более интенсивно развивать с учетом, в том числе, наших международных партнеров, помощи международных партнеров. И это, конечно, позволит возвратить или, скажем так, повысить доверие со стороны наших западных партнеров к «Укроборонпрому». Потому что акционерное общество в соответствии с законом Украины об акционерных обществах предполагает создание целого ряда таких организационных структур управления и надзора за деятельностью акционерного общества, в который могут в будущем войти и представители западных партнеров, что само по себе создаст очень хорошие предпосылки для развития этого направления украинской экономики. Касательно того, как это все будет происходить, сотрудничество с нашими западными партнерами и уже с обозначенными выше, в том числе и концерном немецким «Рейнметаль», тут уже есть соглашение, уже подписанное даже, о стратегическом партнерстве. Ну а пока первый шаг – это техническое обслуживание и ремонт бронетехники, которую союзники предоставляют Украине. Как дальше это все будет выглядеть? Какой именно технику? Уже есть какие-то соображения по этому поводу? Или это пока нельзя оглашать? Хотя уже СМИ некоторые виды бронетехники описывали, какая будет производиться совместно с Украиной. А как это все должно выглядеть на территории Германии? Кто какие деньги вкладывает? Какие ресурсы этого совместного проекта? Ну, во-первых, действительно, вы правильно сказали, этап номер один – это ремонт и техническое обслуживание той техники, которую Украина получила от западных партнеров. Потому что мы не можем каждый раз, допустим, тот же танк «Леопард» либо «Абрамс» ввести к производителю, для того чтобы они сделали ремонт, который может быть произведен, скажем так, либо на территории Украины, который является условно безопасным местом, хотя безопасных мест в связи с террористическими атаками Российской Федерации, в принципе, на территории Украины, к сожалению, нет. Но есть ближние страны, наши страны-соседи, которые имеют с Украиной общие цели именно в этом сегменте развития. И мы думаем, что на территории самых близких стран будут созданы вот эти ремонтные предприятия, предприятия по обслуживанию, по восстановлению поврежденной техники. Это приоритет номер один. Приоритет номер два – это, конечно же, производство тех видов вооружения, которые наиболее востребованы на фронте в условиях современной войны. Это, вы правильно сказали, бронетехника, это и танки. И благодаря тому, что Украина имеет очень мощные производственные мощности по производству танков, это харьковские предприятия, это киевские, львовские предприятия, это направление является очень перспективным. А с учетом того, что, опять же, на примере украинской войны, которую мы ведем против России освободительную, мы видим, что бронетехника – это вся линейка, фактически, начиная от танков, самоходных, артиллерийских установок, заканчивая бронированными боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, легкими бронированными автомобилями. Это то, что очень нужно для максимальной защиты наших военнослужащих от ранений, от иных способов воздействия страны-оккупанта. Поэтому этот сегмент является также очень востребованным. И на базе украинских предприятий, на базе польских, румынских и иных предприятий в наших ближайших соседей мы планируем развивать и строительство новых видов бронетехники и модернизацию существующих видов бронетехники. Также очень важным сегментом является артиллерия, и это тоже рассматривается. И сейчас идет консолидация усилий по производству, прежде всего, боеприпасов, которые необходимы к тем видам орудий, которые есть в Украине на вооружении. И в этом сегменте идет очень тесная кооперация с очень большим количеством стран, потому что производство боеприпасов достаточно трудоемкий процесс, который предполагает и снабжение различными химическими соединениями для изготовления парохов, и, собственно, гильзами, и, собственно, выстрелами и так далее. То есть есть очень много комплектующих, составляющих в этом процессе, и этот процесс тоже очень интенсивно развивается. И идут переговоры, подписан уже ряд соглашений, в том числе и бывшим руководством Укроборонпрома и иными предприятиями, которые входят в состав концерна. Также всем известная ситуация с Байрактаром, с производством беспилотных летательных аппаратов очень большого спектра и самостоятельно в Украине, поскольку инициатива, которая была поддержана Минцифрой о создании армии дронов, она дала очень хороший импульс, и сейчас в Украине есть очень много производителей разного вида беспилотных летательных аппаратов, которые могут абсолютно адекватно заменять те, которые мы покупали. Те же самые «Мавики», наиболее распространенные, которые с первых дней войны, и мы, народные депутаты, и волонтеры, и простые граждане покупали для наших военнослужащих, сейчас могут быть заменены нашими современными украинскими разработками, и производственные площадя по их серийному производству тоже являются задачей, которую мы сейчас пытаемся решить. Ну и, конечно, мы должны понимать, что от России мы никуда не денемся, даже после прекращения войны Россия останется, к сожалению, нашим соседом, поэтому мы должны думать на перспективу и разрабатывать те образцы вооружения, которые будут сдерживающими для будущих любых агрессий Российской Федерации. Так вот, пользуясь случаем, да, Федор Владимирович, хотелось бы уточнить у вас, поскольку заинтриговал министр обороны Алексей Резников, он заявил, что в Украине смогут начать производство собственных дальнобойных ракет с дальностью поражения до тысячи километров и больше, понимая, что Россия никуда от нас не денется, и всегда будет угрожать нашей независимости и также безопасности. Так вот, по словам министра, в Украине существует уже утвержденная ракетная программа, на которую бюджет уже выделяет деньги, ну и также напомнил о наших «Нептунах», да, украинского производства, с помощью которых потопили российский крейсер «Москва». Так вот, о ракетах дальности такой, тысячи километров. Это только на уровне проекта? Это совместно с нашими западными партнерами, можно ли называть, кто именно присоединится к этой программе, к изготовлению в том числе? Вот. Или это полностью украинский проект, и он будет со временем реализован, когда, если есть такая информация, предполагается уже увидеть эти ракеты? Ну, во-первых, нужно понимать, что ракетостроительство является одним из самых перспективных и одним из самых трудоемких инновационных средств, инновационных сфер производства, и поэтому мы должны понимать, что Украина, которая имеет свои производственные мощности и практически в прошлом имела замкнутый цикл производства ракет, имеет тот потенциал, который позволяет нам и без участия западных партнеров восстановить те, скажем так, разработки и их завершить, которые имелись и ранее, которые уже осуществлялись в период независимости Украины, и Украина абсолютно способна, так сказал министр, самостоятельно строить те ракеты, которые способны будут поражать цели противника, законные военные цели, на расстоянии тысячи и более километров. И я вам не могу, конечно же, раскрыть сроки и этапы этого всего проекта, но я могу сказать, что у Украины есть тот потенциал, который в очень короткосрочной перспективе будет продемонстрирован всему миру и в том числе станет тем оружием сдерживания, которое Россия будет обязана принимать во внимание при любых новых агрессивных намерениях. И еще один вопрос тогда в связи с этим. Что перспективнее, производить вооружение или все же боеприпасы? Я коротко приведу пример. Есть Сау-Цезарь французская, которая прекрасно себя показывает на поле боя в Украине. Есть Сау-Богдана. Казалось бы, и там, и там колесная база, и там, и там пушка, и то, и то самоходная артиллерийская установка. Но Цезарь это круто, это технологично, это автоматическое наведение, а Богдана к стволу вопросы и вручную все нужно делать. Так вот, нужно ли, грубо говоря, изобретать велосипед, да, хотя он уже изобретен, он уже есть, его можно поставлять, либо все-таки лучше сконцентрироваться на производстве боеприпасов для этих систем? Ну, боеприпасная тема, боеприпасная программа, это приоритет номер один, я об этом уже сказал, и для того, чтобы мы могли адекватно отвечать стране оккупационной армии, страны-агрессоры, мы должны иметь достаточное количество боеприпасов, и сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально полно заполнить и старыми советскими калибрами, и новыми натовскими калибрами наши орудия, которые имеются на вооружении вооруженных сил Украины. Но это не исключает в том числе и разработки тех видов вооружения, которые могут быть в будущем, с учетом технологий, доступных Украине сейчас, быть абсолютно конкурентными современным западным образцам. Но, без всякого сомнения, сейчас мы не настолько для нас приоритетными является вопрос артиллерийских установок, сколько вопрос боеприпасов. В этом вы абсолютно правы. Ну что, Федор Владимирович, будем вас благодарить за эти подробные ответы. Я напомню нашим зрителям, что с нами на связи был Федор Венеславский, это член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.